Всем привет дорогие друзья, вы на канале LinHustle и сегодня я вам расскажу про новую игру от NotCoina. Пока у нас есть некоторая информация, никакой супер конкретики нет, но вот единственное, что сейчас точно известно, что она будет называться Kakoronoki или Kakoronoki. В общем, как-то так. Я вам сейчас покажу, я себе выписал просто, как я это примерно прочитал. Ну, вот думаю это пишется так, ну вот смотрите, показываю вам, как выглядит ее превью. Вот так вот это написано, ну вроде так, как я сказал, да, примерно. Как видите, тут какие-то лианы и так далее, но мы сейчас разберемся в этом подробнее. Смотрите, в своем телеграм-канале, кстати, ссылка на него, конечно же, в описании, я постил, что Саша NotCoina, ну это создатель NotCoina, объявил, что до конца года выйдут еще две игры, причем в стиле инди, то есть один разработчик будет принимать участие и что будет, конечно же, награда для сообщества. Ну, как и в стиле NotCoina, это как бы понятно. Итак, что же это за игра? Вот сейчас накопал инфу, спасибо одной телеге, вы ее вотрку увидите на, значит, скриншотах и видео, можете подписаться, потому что контент там реально годный. Но также не забывайте на мою телегу, потому что тоже поще уникальный контент, вот просто нашел. Итак, смотрите, этот проект от одной художницы, вот ее работы даже продаются на платформе Tone Diamonds, причем, как вы видите, объем торгов уже достиг 184 тысячи тонов, и в среднем ее работы стоят где-то 49 тонн. Ну, как видите, работы реально прикольные, особенно через что она делает их сама, то есть это не что-то дефолтное, это там не обезьяны, и вообще выглядит это все прикольно, то есть для любителей реально классно. Ну вот, всего их тысяча штук, все это вы можете здесь посмотреть, если вас это интересует, возможно, даже в игре будут какие-то бонусы держателям ее NFT. Ну, в общем, сейчас все разберемся. Смотрите, вот так вот выглядит эта игра, ну, на рендерах, которые слили. Итак, давайте посмотрим. Вот здесь как бы особо-то еще пока понятно и ничего не понятно, но дизайн полностью прорисован этой художницей, то есть в этом как бы прикол. Итак, как вы видите, здесь есть некий раздел 3, ну, то есть дерево, квесты, ачивки, есть какие-то гемы, offer the day, видимо, это раздел с донатом будет, ну, я так понимаю, как видите, выглядит это все как какой-то донат. Также здесь души и авточистка, не знаю, что это значит, пока вот так вот. Ну, сейчас попробуем разобраться. Ну, разумеется, раздел лиги, что вот будет лиги, в них, как видим, число 3789, значит, скорее всего, будет, опять же, лига безграничная, то есть без ограничения количества участников. Ивенты и сквады. Ну, то есть вот так вот, ну, как бы по сути-то в каждой игре есть такое. Ну, вот снизу мы видим некие тоже картинки, вот это, скорее всего, реф-программа, типа, одна рука тянется к другой, это лидерборд, это основное меню, а вот это два каких-то значка вообще пока непонятно. А, ну вот, один из значков это магазин, а вот этот значок нам, как видите, недоступен, то есть мы пока не знаем. Мы видим, что будет вот две валюты, это какие-то вот поинты, где лапка птички нарисована, и какие-то кристаллы, вообще выглядят, если честно, как донатные. Ну, вот по вот этому значку плюс, я думаю, есть намек на то, что их и то, и то можно будет, скорее всего, за ноткоины, тон, звезды и доксы купить. Ну, как и обычно в играх от ноткоина. Ну, вообще выглядит интересно, хотя бы потому, что у игры уже есть, ну вот, что-то уникальное, то есть это не нейронка нарисовал, это вот эта художница делает, и, ну, не знаю, мне это как-то интересно. К тому же, ноткоин все развивает свою экосистему, как и обещали, единственные, наверное, кто не соврали и реально делают что-то, связанное с экосистемой, а не одно только название от нее. И давайте еще один рендер посмотрим, а конкретно геймплей. Опять же, спасибо телеге, которая это все накопала. Так, давайте посмотрим, здесь вот сам геймплей, ну, очевидно, это будет что-то типа кликера, только, знаете, с такой более замысловатой, замысловатой идеей. Вот смотрите, здесь ты лазишь по каким-то лианам и ищешь, значит, вот эти монетки, собираешь, вот как видите, вот одна монетка добавляется, ну, 10 монеток добавляется. То есть, разумеется, в конечном итоге это не будет вот все так, скорее всего, будут какие-то прокачки, какие-то автосборы и так далее. Ну, вот мы просто видим, как вот это работает. Ну, прикольно, прикольно выглядит лиан и какой-то безграничный экран, видимо, все это будет не совсем дефолтно, то есть, это не тупо кликер, а что-то интересное. Ну, и, по крайней мере, рисовка, опять же, ну, реально красивая, эстетичная, как по мне. Пишите мнение в комменты, что вы насчет этого думаете. Видите, разумеется, если у игры будет бетка, а она в 100% будет, то я буду в нее залетать и инвайты раздам в своей телеге и в чате. Обязательно тоже на чат подписывайтесь, потому что вот, например, я получил тогда в бетку инвайт от NotPixel, ну, потому что просто следил за этой темой. Не то, что там нужно быть каким-то известным человеком, нет, там просто надо было успеть зайти. И я трем людям в канале успел раздать, а, скорее всего, здесь будет чуть побольше инвайтов. Ну, в общем, мы схемку придумаем, друзья, вы в этом даже не сомневайтесь. Как получить как можно больше инвайтов, я за всем этим слежу и с вами готов поделиться. Ну что ж, всем огромное спасибо за просмотр, надеюсь, этот видос был для вас интересен. Я сомневаюсь, что на ютубе кто-то про такое еще снял. Ну, вот такую инфу вам даю. Всем огромное спасибо, всем пока. Да, кстати, друзья, вот в конце кто досмотрел прямое включение, сам NotCoin объявил уже об новых играх. И, как видите, здесь есть еще NotWise, но про него я делал пост, можете найти опять же его в телеге. И как раз-таки название окончательное это Kokoro, но и Ki будет отдельным словом. Поэтому именно так я поставлю название. Ну, и здесь написано Future of NFT Gaming. Ну, в общем, теперь все стало как-то чуть конкретнее, хотя бы название известно.